Да, можно, но тогда как раз как бы рекомендуется при условии, как бы я подмолюю его. Для того, чтобы оценить вот такой интеграл, надо оценить это электро. Для того, чтобы его оценить, надо как использовать функции йозка. Надо использовать функции йозка сами. Для этого запишем вот такое интегральное урагиние. Оно есть в той самой работе равном. Здесь, чтобы оценить вот это, нужно оценить разность два ноль-той минус к один-той. Это оценивается через разность функций йозка. Ну, а дальше меняется попализация вежеспаса. И оценивается на конечном отрезке. Я думаю, что вот тут на самом деле докладчик немножко поскромничал. Дело в том, что действительно в действительности очень хорошая работа Марглеты Байкотта и Брауна. Она вот первая, которая восстанавливала потенциалы по конечному числу резонансов. Но там было несколько ляд, очень, так сказать, серьезных. Вот. И о чем, конечно... Ну, это и правильно. Не надо, как говорится, ругать. Вот. Они сделали, но там где-то ошиблись и где-то там чего-то. Речь идет не только об исправлении ошибок, но и о существенном улучшении характера сходимости. Это трудный вопрос. Недавно началось, вообще говоря, восстановление потенциала по спектральным данным вот со времен Гильфанда Левитана, со времен Марченко. Это такая классическая задача, которая... Ну, тысячи работ посвящено, и там не видно конца. А вот то, что по конечному набору данных, это относительно недавно. Вот, в частности, там, в моей работе с Савчуком было дело. И вот постановка эта идет относительно недавних работ. Потому что проблема устойчивости, она еще была стояла, поставлена Марченко, о том, что вот если вы мало меняете спектральные данные, то как будут, насколько мало будут меняться потенциалы. И до недавнего времени это, так сказать, движение там не было в этой проблеме. Почему? Потому что спектральные данные не ассоциировались с пространствами. Вот есть они и есть. А чтобы получить оценки нормальные, вам нужно спектральные данные поместить в некоторое пространство. И вот после того, как они в недавних работах были помещены, вот эти пространства описаны, это нелегкая сама по себе проблема, после этого уже эта проблема получила решение. А вот здесь, конечно, тогда, так сказать, у вас происходят аналогии. Ведь для того, чтобы, допустим, приблизить функцию терегинометрическим рядом, вам можно ее приближать к конечным числам. И есть оценки Берштейна Джексона. Вот. О том, что чем главнее функция, тем, так сказать, тогда ее можно приближать там вот с такой-то скоростью. Так и здесь вот, здесь, конечно, скорость сходимости еще не исследована, но оценки, которые вот получены в этой первой работе Вайкарта, они очень существенно улучшены. Вот в чем существо работы.